Даже американский экономист армянского происхождения Дарона Джамуглу не поверил в фантазии Пашиняна. Региональный центр Давосского форума откроется в Баку. Пожалуй, для нас главным итогом нынешнего форума стало именно это обстоятельство. Сразу заметен, что это вовсе не рядовое событие, а весьма важный знак и внимание. Напомним, что наши горе-соседи Армении также претендовали на это. Помнится, что во время еще прошлогоднего форума они пустили слух о том, что, якобы, центр откроется в Ереване. Но не вышло. Азербайджанский президент несколько лет подряд уделяет особое внимание к форуму, и каждый год сам лично принимает в его работе. Встречается с представителями различных государств, деловых кругов континента мира. Видите ли, отношения людей к проблемам бывают разными. Большинство людей, в том числе, государственные деятели, как правило, стараются обойти их. А бывают лидеры, которые ставят свое плечо по дате проблемы, то есть берутся за их решение проблем, которые другие считают неразрешимыми. Напомним, что так поступал в свое время Гейдар Алиф. Когда многие лидеры региона проект Баку, Джихан называли легендой двух морей, он не побоялся и сказал, что превратит эту легенду в реальность. И превратил. Так же поступает президент Ильха Малиф. Он не боится проблем, иногда даже не опасается идти, как говорится, против течения в региональной и глобальной политике, передает Азиас со ссылкой на Вестес. Например, очередной энергетический проект Азербайджана, Тапитанап вначале не нашел должную поддержку со стороны лидеров государств и правительств, в том числе, международных институтов. Но проект уже находится на завершающей фазе, азербайджанский президент почти смог реализовать его. Сравнивать азербайджанскую экономику с армянской, это то же самое, что сравнивать самолет с велосипедом. При нынешних показателях армянской экономики ее экономисты даже представить себе не могут те средства, которые вкладывались и вкладываются в азербайджанские энергетические и инфраструктурные проекты. Но нам все же хочется задаться вопросом, а чем отличается деятельность президента Ильхам Алиева от работы премьер-министра Армении? Конечно, тут одним примером не исчерпаешь тему. Но нам кажется, что главным отличием президента Алиева является то, что в отличие от Пашняна, он не обманывает себя и своих соотечественников. Он видит успехи своей страны, и в то же время не отрицает ее недостатки, проблемы. Мы уже отметили, что масштабы энергетических и инфраструктурных проектов Азербайджана довольно внушительны, и они убедительным образом доказывают, что экономика Азербайджана вышла из младенческого возраста. Но президенты точка Алиев почти на каждом мероприятии правительства останавливается на проблемах ни нефтяного, ни энергетического сектора экономики страны, так как уровень развития соответствующего сектора не удовлетворяет президента и возглавляемого им правительства. Страна постепенно преодолевает эти трудности, ни нефтяной сектор постепенно развивается. Алиев не скрывает, что в экономике страны есть проблемы управленческого характера. Несмотря на то, что в стране ведется довольно жесткая политика против коррупции и взяточничества, все равно проблемы чиновничьего вмешательства в экономику, проблемы чиновников, олигархов еще сохраняются. Заметим, что последние структурные кадровые реформы в правительстве в первую очередь, связаны именно с этими негативными явлениями, так как президент старается освободить экономику страны атаков чиновничьего вмешательства и произвола. Но эти процессы начались не сегодня. В стране вот уже несколько лет идет процесс формирования электронного правительства. Президент и его команда стремятся сводить к минимуму непосредственные контакты между чиновниками и гражданами страны. И потому неудивительно, что такие проекты, как Асан и Дост привлекают внимание уже других государств. Что касается политики армянского премьера, он еще не смог убедить своих граждан в том, что имеет конкретные программы по оздоровлению экономики страны. Наоборот, его выступление экономического толка вызывает среди экспертов страны смех и иронию, так как они явно демонстрируют, что революционный премьер Армении в экономическом плане является полным профаном. В противном случае, он мог бы привлечь на свою сторону американского экономиста армянского происхождения Дарона Аджемуглу, которого Пашинин уже в первые месяцы стремился сделать своим советником по экономике. Но последний сразу понял, что экономике его многострадального отечества еще долго придется оставаться в плену политике, и потому вежливо отклонил предложение революционного премьера. Президент Азербайджана же уже в деловых кругах не только региона, но и всего мира создал о себе впечатление как политика, прагматика и лидера, постоянно поддерживающего бизнес и свободный рынок. Поэтому не случайно, что в отчетах различных международных институтов рейтинг Азербайджана стремительно растет, чего не скажешь об Армении. Наоборот, даже бархатная революция Пашиняна не изменила отношения государств и правительств, в том числе, деловых кругов к его стране.